Ну и достаточно неплохие первые три пика у команды Сил Света. Это Гирокоптер, Дарксир со своей стяжкой, то есть под кулдаун, и Огрмак. Я думаю, его баф будет нехило бустить Гирокоптера. Время! Если он будет запрыгивать, то он просто не будет доходить до вражеских героев, как по мне. Аппарат для каната, я так думаю. Канатопарат. Канатопарат. Топовый аппарат. Это серьезно? Ты видел что-то? Ты что-то знаешь? По-моему, канат так говорили. По мнению каната он лучший аппарат. По мнению каната он вообще просто лучший. Это точно. Угурмак, гирокоптер, дарксир. По лайнам квапа опять отправляется на мид. Я смотрю, заставляет Ваня прямо-таки тренить Вову эту квапу. Отличный саппорт заходит в пик. Леон. Очень люблю этого саппорта. Уже как-то он заходил в игру. Я об этом уже говорил. Отличный хекс, отличный стан, отличный ульт и вообще очень неприятный персонаж. Ну вот, смотри, опять берут мили персонажей, которым надо подходить. Ну под комбинацию, под Магнуса, там шейкер, аппарат, квапа. Посмотри, все супер-убер-дамажище ульта ауешная, массовая. Это все здорово, но должны быть супер-пупер-мега условия, когда Магнус заехал на скьюере или запрыгнул с даггера, дал пятерых этот реверс-полярити. Туда же щелкнул шейкер, и туда же еще и зашел ульт-аппарата. Энтимаг, кстати, отрезают у нас радианты, и теперь надо думать к выбрать юникорну. Но есть фантом-ланцер, в конце концов. Никуда он не девался, как герой. Я бы взял фантом-ассасин. Вот так вот, да? Какие-то личные предпочтения, я бы тоже на самом деле. Просто до этого он играл на Рейс-Кинге, там был крит, там была одна кнопка. А может, это будет, кстати, под нормальную какую-то ульту еще одну массовую ульту от Керри, и это вообще будет спектра? Это возможно? Если возможно, то на сколько? Кристалмейден. Кристалмейден в ролике, это хорошая история. СФ оббанит. Не хватает мидера, да? Команде сил света. Я надеюсь, это будет не ВР-ка. Ну, а Люся Годлайк надеется, что это будет не Легион Команда. И вообще, и вообще он надеется, что мид будет пустой. Ну, вот опять же, я бы взял на самом деле сайленсера. Я бы сайленсера и отправил в мид. Дабы не было никаких комбо-бомбо раз в 120 секунд. Ну, есть правда, чем подумать, кто с гирокоптером пока непонятно, кто вообще будет состязаться. Как ты думаешь? Кого адекватного можно было реально взять, чтобы гирокоптера действительно наказать? Ну, в плейл очень крутая тема. Да, в плейл очень крутая тема, при том, что гирокоптер, как таково, не контрит. В плейл. Ну, заходит Лина, очень сильный мидер. эмбер спирит. Был. Эмбер. Мета как расширилась-то. Зэксц играет против наших ребят, кстати. Это не тот ли, а вдруг это тот ли? Тот самый Зэксц? Да. На обычном ЦМ подборе. Ну, мало ли, повезло, пацанам. Вместе с КМП и Гусем. Я не знаю. Представлю, пожалуй, наших соперников. Офаст Псайдак это Дарксир, КМП это Огармак, Зэкси Лав Широ играет на линии, Кайпек играет на гирокоптере и СГ Гусь играет на Леоне. Ну, по нашим ребятам. У нас все очень несложно. В принципе, играют на привычных для себя героях. А вот и нет. А вот и... Да, ничего, ничего себе. Ничего себе. Люся Годлайк забирает себе Шейкера. Раста будет играть на Квапе. Кидара берет себе Магнуса и отправляется, скорее всего, в Мидлейн, как я понимаю. Видимо, психанули, да? Все-таки мидер позиция такая, что... Вова сказал, господи, бери уже и играй. Он говорит, ну как, как, как можно было... Вот, не знаю, говорит, бери ты, иди на мид. По-моему, примерно так все. Ну и Юникорн играет на Эйбер Спирити. Сейчас мы посмотрим, насколько хорош у нас Кидара на Мидлейне. Я ни одной игры не видел, чтобы он играл мид, но знаю, что он номинальный мидер. И сейчас глянем, как это будет складываться. Борс играет на Этшент Аппарэйшн, и Люся Годлайк забирает себе саппорта Шейкера. Эраста в сложную отходит на Квапе. Кидара на Магнусе будет стоять Мидлейн, Юникорн на Эйбер Спирити. Хотя еще есть вопрос, да, будет это Квапа сложной или это будет Магнус сложной? Я все же думаю, что Магнус пойдет в мид, ему нужно быстренько получать уровень, и кто-то должен хорошенько стакать лес, так как у Магнуса есть. Не забываем про его замечательный второй скилл Эмпауэр, и это позволит достаточно быстро начать фармить нашему керрию и декорну стаки в лесу. Если таковые, конечно, вообще будут появляться. Появляются смоки сразу у команды Радиент и Уштаги. Настолько про. Да посмотри на Герокоптера, конечно, про. Рейсбенд со старта, танго в количестве четыре штуки. Огрмак запаковался, чужие Айрон Брэнши носят. Да вроде про. Кидара покупает сапог себе. Чтобы руны быстренько чекать. Это точно. Нет, я в нем не сомневаюсь, он знает, что делает, скорее всего, и не было моментов, чтобы он не знал, что делал, не считая Тузко. Мэджик Вон сразу себе покупает Эрастом. И посмотрим, как Люси за дворик отыграет на шейкере. Ну, меня на самом деле больше тут, конечно, волнует, как Кидара отыграет на мидлейне. Оправданы ли это будут ожидания? Вот, скорее так. Роль-то привычная для него, которую он наигрывал постоянно. Роль его фактическая. Я посмотрю, насколько агрессивно Люся Годлайк себя ведет на данный момент, куда он уже залез. Заставил ребят потратить центрик, стал из-за тангофик, но спаун-то, по сути, никто и не блочил. Ну и по лайнам разошлись таким образом. Люся Годлайк на шейкере вместе с Юникорном на Эмберспирите отправляется на топ. К ним сюда же еще Ancient Operation направляется, ну и центральную линию будет стоять Магнус и нижний лайн сложная линия для команды от The International это Раста на Квинов Пейн рассказывает, что у нас там по Радиантам. Лина стоит на мидинг с ником TheXC КМП Огар Огармаг в трипле вместе с Гусьом на Леоне и Дирокоптером. Сложную линию отправили кстати, как это неудивительно, но в сложную они отправили Дарксира. И это просто авангард доты. Какая свежестью повеяла, конечно. Ну и Дарксира пинают по чуть-чуть. Глянь, Эмберспирит. Он, кстати, доставляет массу неудобств этому самому Эмберспириту. Эмбер имеет у нас всего лишь 600 хп. И тех сейчас не имеет. Тех сейчас не имеет. У меня есть три копки. Меньше, чем у крипа. Раз то второй левел получил, крипам его подпускают. Это уже плюс. Уже есть у копы левел, какой-никакой блинг есть, чем нападать, если что, или 105 есть. Shadow Strike прокачал. Да, фармить не получается, но сам факт, что он не стоит где-то в километре. По-моему, Darkseer сейчас борзо просто сожжет. Его надо 100 петли, а Godlike ману не тратит на фиссуру. команде нужно больше манга. По-моему, команде нужно больше золота. Огрмак непонятно мне, что делает Огрмак и команда руны чекает. Чекает руны, зарабатывает все на рунах. Ильиса Godlike опять у нас огребает от Сайдока. Смотри, вот один Darkseer и сколько неудоб доставляет. все на грани, все на грани, просто один мидер придет, задув квадлины или лайстрайкера и можно было трипл килл бы делать. Просто весь отхил уже съел у нас Эмбер спирит. Ильиса Godlike тоже в печали абсолютной. При этом Darkseer имеет еще два тангуса, имеет манга и Заметь, его не харасят. То есть подходят, отдают хп и уходят. Подходят, отдают хп и уходят. И есть вопросы, что это? Зачем это? Я думаю, что Борс мог бы заняться харасом Darkseer, а Шейкер спокойно мог бы стоять на отводах. В миде, кстати, Кидара неплохо огреб. Батла вроде должна уже лететь. Да, только-только приобретает себе Боттл, есть у него Боттл и Юникорн приобретает тоже себе Боттл. Вот так решение. Ну, тут еще и обузить придется Боттлу Магнуса, поэтому в ближайшее время к Юникорну скорее всего Боттла не прилетит. А вот так вот, он всякий. Посмотри на скорость Курьера. 2 недопитых Боттла и 171 Ужас, просто ужас. Я такого еще не видел, честно говоря. На нижней линии уже имеет аквилу гирокоптер, ну и в принципе саппорты ничего не имеют, не делают они стаков для него в лесу, сами не делают отходы. отходы они походу сами себе заблочат. Переработали немножко. Да, сентриком мы, кстати, заблочили. Ну и в свою очередь команда RTTI также не делает стаки в лесу. Кстати, псайдока пытаются забить здесь, а Люся Годлайк лоу-хпшный и Юникорн лоу-хпшный. Флеймгвард включает, стопит его кстати очень неплохо борц, но это ФБ. ФБ сделали, Люся Годлайк вместе с Ancient Operation нам ответили, конечно, но в целом ФБ забирает ФБ забирает у нас кто? Дарксир но при этом золото плюс всего 69 аппарат забрал 302 монеты, но при этом погиб хор-герой, что не есть хорошо. это это важно ну в любом случае в принципе первая минута и равный размен тут в общем-то ничего не случилось в принципе тем более мы знаем как мало за ФБ дают вообще и голды и экспириенс делаем в опыте в целом команда сил света ведет в опыте уже практически тысячу экспы да и по голде полторы даже тысячу три семьсот где-то тысячу восемьсот топовый крипстат принадлежит Лине в мидлейне и гирокоптеру Люся Годлайк выходит кстати на Лину могут попробовать сейчас ее забрать РП есть есть третий Шоквейв есть Скьюер ну Люся Годлайк по-моему не видно да не видит его Шир но стопить надо Люся Годлайк продолжает ходить вокруг да около за стопили Кидара не понимат отрезал чтобы тот не забрал руну и на этом миссия Люся закончилась я думаю будут продолжать есть в принципе инвиз можно подойти дать РП завести ее куда-нибудь под тавр дать фиссуру это все очень легко и просто делается но отменяем пока Свет Дарксир вновь продолжает гонять Триплу смотри как сильно просаживается уникорн он сейчас просто сгорит от этого крипа да больновато конечно очень больно один Дарксир столько гемороя для триплы милишный саппорт мне кажется вот в чем дело саппорт милишник фиссурой не попадает саппорт милишник но и по чилинг тачем должны его убивать быстренько развалили 2-2 становится счет Люся Годлайк третьего уровня нокидар на мидлейне провязал инвиз сейчас получит седьмой левел я думаю до его получения не будет нападать скорее всего рп скьюер дальше шоквейв и раста уже здесь вроде бы с воплиниями а вроде бы и байт думаю была инфа что у магнуса есть инвиз ушел у нас кардмейнер с твоей линии поэтому линок просто спокойно ашира надо стопить пока он на хайграунде да пошла у нас фиссурка от шейкера ну и все фиссура все и ограничилось и лоу хпшный шейкер здесь кстати если слагуна блейд дать в него можно и убить китара не усылает дать рп рп в итоге дает в двоих ну и лина слагуна блейдом по прежнему ни в кого еще не разрядила 290 это немного да по-моему нет 450 я с квопой перепутал в принципе зря пожалела она да шейкера должна была убивать даже если бы слагуна не забрала там пару тычек у него осталось все равно его забрала квопа умирает у нас в это время под собственным тавером лоу хпшный гирокоптер уходит и приобретает себе еще мордик маск у него уже пауэртретс есть есть рингвуфа квила ранние базовые артефакты имеются ну и почти топ нетворс на карте лина на первом месте и очень близко к ней гирокоптер по фарму команда проигрывает печально гирокоптер сделал этот фраг в соло а у него неплохой раскаст в принципе то на восьмом левеле на седьмом да но у него нет ракетки поэтому как и Раста может и Раста быканул лишний раз но он третьего левела и Раста блин посмотри на количество на кулдаун блинка 15 секунд где-то блинканулся ракеты дали под ноги и развалилили но его тоже потрепало я думаю даже скорее всего Тавера убил на топе сейчас будет заруба да я уже здесь я уже жду заруба это взяты можно будет назвать я думаю надо юникорну уходить отсюда и даже думать нечего просто делать тэп аут он не сделает конечно привязка пошла пока МП надо есть деревья бегать психовать его отсюда не отпускает пока Магнус прыгает у нас в толпу РПшки нет и Магнуса здесь сожгу просто на самом деле непонятные мувы сейчас произошли МОВ уходить с юникорн МОВ просто откинуться реминантом но он решил дать чины и потратил ману не хватило ему ну может хотел забайтить под тавр и попробовать развалить а тавра кстати нет уже некуда байтить все некуда байтить и байтить на четверых типа это это не круто ну да смысла немного и у Магнуса только сейчас РПшка появляется смотри что появляется у троих персонажей Синь Света просто три арканы и готовые ребята заливать пуману другу да это видно там еще скоро появится я думаю какой-нибудь какой-нибудь гвардиан грифс для Дарксира и тогда держись за ним этот огармак качает баф качает битвы ну и КМП лоу хпшный флейм гвардам его выжигают Люся Гадлайк тоже на лоу хп есть кстати ускорение у нас у Дарксира и Дарксир дожигает еще и Люся Гадлайк лоу хпшный борз лоу хпшный юникорн на ремнанте улетел отсюда или еще ты еще лагуна блейд есть у Лины ее ускоряют юникорн надо валить отсюда просто ремнант юзать и бежать как куда глаза глядят между деревьями смотри на эту суперстрату почему почему он не ползунет нет он не дает ремнант ему не нравится Ваня там убивает трипл отличная игра от хардлейнера да квапа все три кила просто умничка полторы тысячи голды заработали 1250 экспериенса но и счет становится 10-7 где-то подровняли в целом они в печальной абсолютно ситуации продолжаются несмотря на то что кидара не просто было стоять смотри на 11 минуте он имеет уже даггер может запрыгивать может давать рп и в целом еще игра для наших ребят не потеряна нет эмбер спирит вообще не не дает особенно виды на потерю хотя там конечно геррокоптер у которого вообще не было печали 70 крипов геррокоптер вообще на префарме у нас стоит фармит леса фармит линию сам себе делает отводы все хорошо получается по поводу того что все хорошо и там плохо у эмбер спириту так скажем у него все плохо ты видел кидара прыгнул на мидлейн у нас кстати рпшка была по двоим и двоих забрали греки команды Руатус Интернешнл Люся Годлайк продолжает терпеть а вот это слэм можно дать манай есть странно кстати что ребята так рано начали отвечать агрессии лоу хпшный Эншент Апорейшн ой бьет его тролли и у Эншент Апорейшна 3 хп в итоге тролль геррокоптера добивает Эншент Апорейшна дал сетку дал два удара в спину и аппарата забрали геррокоптер умничка тут отконтролил очень молодцом отличная игра и никто не забирает этого тролля некроманта а он сейчас начнет стакать Эншент а он здесь с одной целью и появился а тут на тебе еще и фраг мимо пробегал забрали кстати очень круто всех размансили интересно и поразменялись по сути 3 в 1 так что это в плюс команде Ротс Интернешнл практически выровняли они счет по деньгам 2 500 всего Апрель Китара промазывает на мидлейне фиссура никакая кстати фиссура от Люси Годлайк просто не очень Леоны должны были забирать в итоге не забрали кулдаун по троим эта фиссура еще и Китара закрывает но тут Люся просто набожил по флейлам фиссурой закрыл своего Магнуса не смог дать стан фиссура была между двумя героями не идет игра видно что сказывается здесь просто несыгранность ребят что-то с координацией у них явно не в порядке то есть пошла фиссура криво все равно туда зашли все равно залетели и как инфа пошла а что делать было непонятно это пассир лох и фрешный уходит вообще очень хотел забрать удастся но правильно сделал что ушел иначе бы и лег там разбирал бы его вместе с линой это точно кстати драться есть vision на хай граунде поэтому какой крутой риверс полярити наконец-то удачная фиссура и наконец-то крутой культ по троим триплкил от магнуса потеряли правда эмбер спирита кидара поглажает стопить у нас гирокоптера вот аппарат чего чего ждут ребята хотят драться ли он здесь есть есть с кем подраться ну и аппарат умирает аппарат у себя бы сейвить хотя не должен по идее отхилиться но недалеко это уже ошибка от гирокоптера мне кажется это слишком ну и кидара тоже здесь умирает опять же миска глупость обменялись ваня хотел забрать этот фраг и он его забрал ну 4 в 3 подрались плюсом для себя 1750 по голде 3400 по экспе на тысячу больше везде по голде и по экспе заработали что получилось это наконец-то адекватная комбинация рп фиссура и уже кстати заметь уже там нету по 70% хп у большей части героев забирает руну инвизу на согрмак еще и быстрый быстрый и невидимый быстрый и невидимый нет х 100 оставил оставил пройдемся наверное по артефактам дарксир уже имеет практически мекку кстати у нас файт файт на медлене у кидара 13 секунд еще не будет рп эхо снэм от люси гадлайк тесура по многим не по всем но по многим мульта аппаратов никуда и лох и пешный леон отсюда уходит акидара в итоге забирают кидару забирают леона забирают кстати блинк даггер появился уже у шейкера и раста надо просто бежать и стики не успевает провязать в итоге размен 2 в 2 хотя здесь эмбер спирит ну и нормально должны размансовать дарксира убивать хотя здесь уже есть гирокоптер люся годлайк воу хпшный 5 секунд до даггера но нет не добежал и люся как он это делает как как он не попал ультой при этом не по одному заметь конечно у ульта просто чудовищно всю игру происходит у аппарата заметь если все если фиссура то между двумя если ульта то между всеми у аппарата тут как-то ну личный скилтромает видна это так мека появляется у дарксира огармак имеет плаку и аркан бутсы лина тут у нас кстати леон она кореньевна на медлене убирает и рп по линии в одну лину должны убивать ее лина лоу хп лину забираем отлично гирокоптер у нас имеет яшу покупает митрил хаммер думаю это будет бтб так кидара ушел у нас из-под вакуума и леон не имеет ничего кроме аркана ну денег нормально 1600 скоро будет даггер хотя если загнобить его может скоро ничего не будет импаркт будет и все убить его еще разочек и похоронить его даггер да мин минут на 5 отложить это точно значит эраста на клопе у нас артефакты у него такие похожие на догон но я думаю все таки это будет какой-нибудь аганим или же еул возможно еул хотя аганим почему бы и нет в данном вопросе почему бы и нет почему бы вообще не аганим клопе в любой ситуации борт он же канат играет у нас внизу леона должны по крайней мере тут аппарат накрыл попал кидара умирает да кидара умирает ну и один в один размен леона разменяли на мид лейнера плохо 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 но тем не менее оттянули появление даггера странно что тиммейты не хотят его ждать нет ну 20 секунд его не будет он умер и мы решили пока есть тайминг так где там герокоптер герокоптер на эншентах получает неплохо и по натворцу герокоптер на первом месте с чудовищно крутым отрывом кстати раз убьют не убьют убивают у нас раз там герокоптер с чудовищным отрывом у него 9200 и ближайший до в команде рот из интернешнл может на него спретендовать у него 6500 это кидара практически бкб имеет герокоптер по поводу нет ворс это неудивительно у него 111 крипов и при этом он всего лишь один раз умер имеет 6 фрагов только 4 асиста герокоптер конечно опасен что у нашего керри у уникорна только барабаны и фейзы это очень мало для 20 минуты ну нужно с этим что-то делать ну а делать с этим нужно было то что нужно стакать нужно давать ему фармить помогать фармить эти стаки ну или не убирать в конце концов четыре раза гитара гитара кстати с рпшкой ульта аппарата опять не по кому в принципе по всем и не по кому не долетел то есть задумка я смотрю зацепить здесь всех вроде бы байтер на тавр кстати ребята если не ошибаюсь 25 хп никто его не динает скорее всего байтят ульты то все есть у аппарата ульт через 15 секунд ну он и не очень нужен раз не идет уже да что им швыряться если все равно не попадаешь а здесь продолжают стакать эншентов гирокоптер все правильно делает фармит фармит эмбру бус под пауэром зайти бы и просто развалить все это и самому этих эншентов побить эльфы просто об этом нет движена здесь не имеет команда дайр поэтому задана или все таки тавр ну и форстаф приобретает себе эммм кидара на магнусе или он приобретает себе даги юникорн без маны рпшка у нас по двоим кмп должен догореть и ульта аппарата добивает он теперь делает даблкил трупики добивает что не может не радовать и остается только персик практически б да осталось на персик наковырять но демиджи струки уже более-менее уже сейчас он себе эту ерунду все принесет и там где-то 150 уже будут даже больше наверно 160-170 пауэр пауэр неплохо дает 50 процентов дополнительного урона 50 процентов спеша да эмбер спирит будет всегда с плюс 1 батл фьюри в своем этеме а это такой герой который реально на батл фьюри залипает аппарат попал ультой по невидимой линии ну ее видят ее видят а нет ее не видят это вижн команда рейдинг а куда аппарат стрелял в таком случае мне просто интересно если она невидимая просто у него непроплаченный аккаунт он играет без мобхака ну 2500 голды кстати отыграли за последние 10 минут и сейчас 2500 проигрывают по экспириенсу 3 проигрывает команда дайр 22 минута две с половиной тысячи это вообще и больше мы проигрывали и на раньше на ранних минутах в смаке кого то ищут ну а в то время тех кого ищут кушат товар Раста здесь Раста видят Раста прыгает у нас в соло на лину ой ошибка сам себя поднимает яулом дождались переждали этот момент и расковыряли и ульта аппарата опять пошла опять по на этот раз по дарксиру ульта аппарата первого уровня поэтому дарксиру она практически ничего не наносит если что-то нанесет то после того как спадет он просто нажмет некую Илюся Гадлайк У нас засел в кустах партизан партизан. Юникорн прилетает и просто по спине сразу же Атлина огребает. КМП поймали. Привязали его флейнгвардом. Повязать до Юникорна. Он лохэпэшный. Еще и на стенке он стоит. И вот из-под колдауна почти все ушли. Илюся. Годлайн. Дерется с Соло с гирокоптером. Бэд идея. Ульта аппарата чудовищно крутая. Ой, как красиво все сделал Кидара. Скьюер как раз хватило маны и просто привозит паровоз трупов на хайграунд. Кидаром молодцом. Он играет на грани, но все получается. Если не все, то большинство. Реабилитируется и он немного за прошлую игру. Растов соло разбирает здесь Леона. И по сути это минус 5. Минус 5 сделали, двоих потеряли. Эмберспирит умер. На самом деле очень странно почему Леон не заултил. Не поверил. Ну убивать он и не убивал. 750 гол. ХП было у Квапы. Да, ну убьет он 875. То есть Magic Resist. Ну Magic Resist. 25 чешет. Подумал, может лучше оставить где-то для файта и кого-то, кого-то делового запулить. 100 секунд тулдауна. Да. Оно и правда того не стоило ради одиночного фрага. Аганима еще нету. 20 секунд тулдауна. Это еще пока не тихо. В перспективе. Ну у Квапы появился все-таки Юл. Как мы уже видели. По использованию нет. Пока Аганима. Ну, 2500 на руках. Магнус получит, не получит. Далеко летит с ракетой. И ракета сильно его продамажит. Но хотя бы вне зоны досягаемости. Хотя обходит команда Radiant. Ну а где в это время Ember Spirit? Ember Spirit добьет этот тавер. Оставили тавер одинокий здесь. Он был денайбл, но... Ember Spirit докупает себе БФ. Не самый долгий БФ. Конечно, не самый быстрый. Но я вот однажды попадал в Хаквизитошку. Кстати, лоу-хпшный Гирокоптер. Гирокоптер очень быстро убивают. Ну и очень сильно разделилась драка у нас. Забрали Гирокоптера, забрали Магнуса. И хаснэм пошел от Шейкера. Отличный Хаснэм. Ну что ж с Писурой. Ну и КМП лоу-хпшный. Просто один удар в него надо сделать. Отлично. КМП забирают. Шейкер размансил. Шейкер выжил. Выжил и ушел. Молочага поднимает Квапу. И Писуру. Писуру. Писуру по двоим. Должны забирать имберспирид уже здесь. Флэмгвард через 5 секунд. Забирает имберспирид у нас просто через фисты своего оппонента. Ну и даблки. Отличная игра. Отличная игра. 5 в 1 размен. Да, размен очень удачный. Все достаточно неплохо выполнили ребята, видимо. Решили проблему с координацией. Заметь, как все четко было в этой игроке. Забайтили на Магнуса. Магнус 0 дэмэджа внес. 0. Остальные по 2000 тут сложились. 1990 от Шейкера. 2 с копейками от Эмбера. 1800. Ой, точнее 2 с копейками от Квапы. 1800 от Эмбера. А здесь раздавала Лина в основном. 2500 она. Остальные по 700. Поэтому все почти и ходили. Что немаловажно, перебью. Что немаловажно, только собрал БФ у нас Эмбер Спирит. И вот эта вот драка неплохо его бустануло. Уже полторы тысячи сверху он имеет. И по Нетворсу он... Кидара уже на позиции. Глянь, глянь, что сейчас будет. Ульта аппарата пошла у нас прочекать, где кто. Кидара может туда допрыгнуть. Но они не кучкуются, не группируются у нас. Втроем. Все, Кидара отсюда уходит. Кидара собирает себе шадоу-молет. Или же глимер кейп, как ты думаешь. Не знаю, может быть и глимер кейп. Я смотрю просто, чем он занимается. Он каждую секунду провязает шадоу-молет. Где стать поудобней. На позицию, чтобы нормально ульта. А вот сейчас, кстати, будет собирать всех вместе, по-моему, и вести наверх. Главное, Борзу не промахнуться. Три секунды до ульта. Закрывают у нас шейкера. Куда-то далековато шейкер у нас пошел. Поднимает его в ветра. Кидара рпшки не дает. Отменил ее. Сейчас под кулдауном просто здесь рассыпется. А шейкер выжил. Взял фиссуру даже. Улиппорно уходить отсюда надо. Как можно быстрее на ремнант. Да, улетает у нас Эмберспирит и уходит на базу. Добежать бы, пока ракета на него долетит. Опять же, размен получился 2 в 1. Мы разменяли Матбусера. Также на мид-лейнера и на хард-лейнера. Но при этом гирокоптер еще и достал. Догнал аппарата. 730 голды. И теперь в плюсе оказались игроки команды Dyer. 1500 по экспири... Радиан, точнее, 1500 по экспириенсу. Также они заработали. Ну и в целом, по графикам, команда Road to the International выигрывала 7000. По экспириенсу она выигрывала порядка 8. Сейчас где-то 7500 выигрывает. Ну, все лучше, чем проигрывать 5. Это да. Если посмотреть еще и по событиям, то за последние... За последние 7 минут практически вся инициатива перешла в руки команды RTTI. Но в то же время гирокоптер по-прежнему играет пассивно. По-прежнему делает стаки. Просто посмотри, что здесь. Что здесь. И вот Кидара это нашел. Нашел эти стаки. Ну это золотая жила. Просто уехать в Астрахань. Золото вымывать из земли. Это очень круто. Это очень круто. И Кидара стоит в инвизи. И вижена здесь нет. Кидара это понимает. Ох, не успевает дать РП, а должен успеть. Вытаскивает себя. И в итоге РПшка у нас в одного Эншента. Ну и гирокоптер все забрал. Две 100. Вокалде, пока была драка, гирокоптер все забрал. Или успел что-то отковырять себе Эмберспирит. Ты не заметил? Там фисты пролетали. Эмберспирит никого не забрал там. Но также имеет 2 100 на руках после уже Кристаллица. И думаю, что... Ну очень близко этот гирокоптер и Эмберспирит по Нетворцу вообще предельно близко. Эмберспирит его опережает на соточку. И Лина. И даже как Лина. Да, Лина умирает в итоге. Клапп отзабирает этот фраг 2938. Нормально, закамбэчили. Смотри, Вижен стал появляться. Инвиз. Центр. Все-все-все на свете. Пошла игра. Пошел Вижен. Все-таки Shadow Blade собрал. Ухо как Ахаслэм здесь бросится от Шейкера, но он его не дает. Шейкер, кстати, очень долго запрягает Ахаслэмы. Прям преступно долго. И вот сейчас нет смысла уже в нем даже. Флэккан долетел до аппарата. Не выживает он. И в итоге 2 в 1. Размен все же в пользу. 3, даже 3. 3 в 1. 3 в 1, да. Лина просто давний. Прошу прощения. Просто уже немного залипаю. Ничего страшного. Время такое. Гирокоптер у нас без скиллов. Сейчас бить надо просто руками. Рокетбараж только откатился, но уже бесполезняк. В итоге 5 в 1. Как тебе быстренько все перевернулось. 5 в 1 в итоге и... И что? И все хорошо. Все хорошо. Ребята противоположные команды уже, видимо, чем-то недовольны. Думаю, недовольны тем, что гирокоптер фармил, фармил, да не выформил. Ну, а у гирокоптера, конечно, плохие дела вообще по артефактам. Шейкер смог засейвить своего тиммейта. Вовремя дал фисурку и не дал ему. Ульта аппарата попадает в огурмагу. По идее, Кидаров соло его на скьюри уничтожает. РПшку не жалеет в одного огурмага. Ты посмотри, все влили в огурмага. Как будто это, я не знаю. Как будто это огурмага с супер-пупер-керри. Мекку вот зря учитель. Про Мекку надо ее помочь. А куда Мекку ее? Под ульту аппарата? Надо было ее взять, Мекку. Вот это я о том же. Ну, видимо, этот парень харит. Он знает, что Мекка все-таки хилит. Ой, отлично. Ты видел, как он перескочил вроде бы в стан на порткате? Ну, Гирокоптер, кстати, от ультой аппарата. Это хорошо. Хорошо, потому что Гирокоптер не будет регениться. Гирокоптер, да, но он будет ВКБ. Коль-то и часть времени действует, поэтому мы, в принципе, как-то. Как-то все равно было. Отличная игра Лины, самоотдержанная. И пока еще живет. Под Айншелом, катается. Попадает на Айдстрекер. Руки распиливает Люсу Гадлайк. Люсу умирает. Кидар Аллоу хп-шный. Форстаф у него есть, но он в инвизии. Его, в принципе, так не зацепишь. Размен 2 в 2. Потеряли мейнкерри. Дорого это все обошлось. Команде Дайр. Команде Дайр. Инициатива в руках команды RTTI. Но при этом один какой-то неосторожный мув. Неосторожный файт, я бы сказал, вблизи базы. И они могут лишиться, в принципе, линии на миде. Но Смоук Ганг в ответ на Смоук Ганг. Видит Раста всех. Надо прыгать сюда уже. РП-шка. Ульта аппарата по пятерым. Эхо слэм. Где же ты, Шейкер? Шейкер в тавер. Куда же он их завез? Это просто эпично. Это, мать его, просто эпично. Очень круто все получилось. Потрясающая игра от Кедара. Аккуратненько, ровненько завез всех на клиф. И там на клифе разорался на всех уже Раста. Умер, правда. Но громко умер так. Самое главное, он смог выдать максимум пользы, несмотря на то, что очень долго думал, когда увидел их в листочке. Тем не менее, он смог выдать ультимейт, смог, по-моему, даже стрим выдать. И, в принципе, свое дело сделал, и умер. Что еще нужно делать в таймер? Кэмп, по-моему, мастер по разговорам в этой команде. У него просто, по-моему, что-то горит. Бомбит. Одна из двух. Она-то одна у него должна быть. Либо все вместе у него. Горит и бомбит. Бомбит, а потом горит. Добирается до склада, пожар и опять начинает. Сейчас парни чужие места. Палец на варде. Пошли на ульте. 15 секунд еще не хватает. Необходимо Магнусу до ульты. Лина пытается у нас в Эмберспирита раскастоваться. Ну и просто разнесло шира. Тут аппарат по КМП. КМП тут, по идее, должен умирать. Юникорн его не отпускает. Или отпускает? Ну, спускает. Эх, эти клеверки. Ой-ой-ой. Прям Кази вызвал этот удар. Просто казино какое-то происходит. Это страшно даже смотреть. Уходит у нас на ТП. Кто-то там, короче, Эмберспирит, по-моему, ушел на ТП, если не ошибаюсь. А, нет, Эмберспирит здесь. Эмберспирит в байк. Ну и крит проходит. И просто развал у нас. Гирокоптера минус три уже от команды. RTTI. РПшка по двоим. И трипл килл от Юникорна. Это минус пять в общей сложности. И размен пять в один. Отдали Шейкера. Оно того стоило, мне кажется. Дайдалов, СБФ и Эмпауэр делают свое дело. В принципе, Эмберспирит здесь можно не собирать шейкера года. Эмберспирит в байк. Нужно выходить дальше в демод. Появляется мобильность, появляется Бутсов Тревел. И думаю, Эмбер будет... Ты это видишь на мини-карте? Нет, что там было? СССР или что там? Нет, там что-то... Сначала был Мам. И потом не помятый. Каля-баля. В общем, Огармак не хочет играть в доту. Огармак хочет... Нереально. Я художник, я так вижу. Да. Я художник, не иди. На первый взгляд, может показаться, что это какое-то говно. Но на самом деле, ни что-то не где-то, мы можем увидеть здесь дизайнерские мысли. БКБ. Раска появляется. Эмберспирита уже 2200 на руках. В принципе, все. Скорость набрала Эмбер по фарму, обогнал очень сильно гирокоптера. Отставал прилично так. В процентном соотношении вообще плотненько отставал. А теперь выигрывает сколько? 3000 голды у гирокоптера. Да, мы видим, что по Метворцу тройку лидеров у нас заняли уже ребята из команды RTTI. Эмберспирит 17000. 15500 Queen of Pain. Опыт со плейна, что достаточно неплохо. И 14700 мидлейн. Магнус. Кидара. Имеет шиву уже. Ну я думаю, что я не буду там особенно преувеличивать, но Магнус играет хорошо в этой игре. И Кидара видно, что свою роль взял. То есть он получил инициативу, он может проявлять инициативу. У него есть приличный фарм, он не просто так не умирает. Его инициатива оправдана. В прошлой игре он действительно очень много не оправданных. Будет ли двоих цеплять здесь Кидара? Посмотри, с хайграунда. С QR по двоим из Урпи аппарата вывозит. Не очень качественно. Но минус 2 без напряга вообще. Ману потратили. Это все. Можно ломать. Огармаг. Они ломают и прыгают на хайграунда. Здесь Магнус. Ну посмотри на уровень мобильности. Во-первых, Invis, Shadow Blade от Магнуса. Во-вторых, Даггер. В-третьих, Force Staff. Катается просто по всей карте. Сороковая минута, 24 левел у чувака почти. Ну все хорошо, по-моему. В принципе, ребята делают то, что с ними делали в предыдущей игре. Они взяли очень мобильный пик и за счет этой мобильности вывозят эту игру. Ну да, кстати, я смотрю на пик команды Radiant. Просто какой-то олдскул такой. Я в июль возвращаюсь с 2015 года. Олдскул относительный, конечно. Просто все-все-все угрыма. Прямо, что здесь непонятно из какой меты. В целом, все очень как-то топорно. Все, группа и, знаешь, академический пик, который не зашел вообще. Я вот вижу, что ребята решили вопрос координации. Потому как они сейчас действуют. Все достаточно четко, достаточно сладко. Ну, блядь, в это время Лина у нас на нижнем лине. Пушат, и есть крипы. Ей никто не мешает. У нее куча демеджа. То есть, а вообще ДПС большущий. И уходит в инвизи. Хитрая рыжая женщина. Не рассчитали немножко, где будет находиться Лина. Побыстрее оказалось, чем думалось ребятам. Какой-то подельник Ивана взял поиграть. Да, да. У кого же он спросил? У которого из Иванов. Не знаю, честно говоря. Ничего играть. А то, что я до этого отыгрывал. Мне всегда нравится в пабах, когда происходит, ну, кто-то реально очень слабо получается. Игра у него, ну, фит и фит, ну, не идет игра. И потом чувак, ну, говоришь, ну, прекрати, ну, совесть, будь человеком. Все говорят. И он начинает писать, говорит, ах так, тогда я начинаю фидить. Я говорю, ты посмотри на свой счет, чем ты до этого занимался 15 минут, если у тебя на 15 минуте 0.8. До этого ты что, сейчас как-то род деятельности поменяешь, так и здесь. Не хочу играть. 15 минута 0.8. Не хочу играть, типа, но ты же даже не пробовал играть еще. Ой, я промазал ультой у нас хераста. Это пуджборс какие-то. Знаешь, где одной крюком надо попасть в тянущегося пуджа, будет хедшот. И здесь надо успеть попасть в чужой скил своим скиллом. Пуджборс стрелу. Пуджборс стрелу. Пуджборс стрелу. Пуджборс стрелу. Да ладно. Держится, держится, но здесь Леон. Вопросы Леона, правда, тоже забирает размер 5 в 2. 5 в 2. Я чувствую, что ребята наши уже начнут на расслабоне на таком играть. Так, надо нести просто, а не расслабляться. Да. Покупаю звер. Почему меня убивают? Ради. Все-таки есть яйца у нашего Керри. Интересно будет, если ты сейчас заберет герокоптера ту рапиру, что случится с его с придастками. Ну, я не думаю, что здесь ребята уже отпустят и куда-то вообще выйдут с этой базой. А эго есть, выбивать ее просто нечем. Ульты сейчас все пооткатываются. Шива, форстафы, сейф, эскейп, все в принципе имеется. Вот два матча абсолютной противоположности, да? Да. Тут видно, что просто на спокухе выиграли. Не скажу я, что соперник попался шибко слабый какой-то на вторую игру. Ну, в принципе, вначале они игрызались, все что-то делали. Ну, в целом, конечно. Легко далась игра, но это со стороны опять же она легко далась. У нас 45-я минута идет. Так что это очень такой плотный, нормальный матч. 45-я минута. Я думаю, что все-таки координация улучшилась во второй игре у ребят. И это немаловажно. Координация появляется в 88-й минуте совместной игры просто в день. Ульта аппарата нет, 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 скорее всего нет. Хотя нет аппарата забирает. У нас Леона все стоят под колдауном. Я бы должен вырезать. И все, да? На этом все закончилось. Просто одехи с ты. Шейкер покупает рапиру. Ну, вот это поперло, а. Шейкер, где она, в курьере? В курьере, да. Нельзя доносить. Шейкер должен принести себе рапиру и дать нормальный крип. Шейкера есть рапира и, в принципе, сейчас уже надо врываться. Шейкер будет рапиру и никак тяжело. Я думаю, под тотемом дать их осень просто залететь туда и... Под тотемом один раз кого-то проверить. Еще одна рапира в команде. Вот это зажгли, ребята. Три рапиры, нормально. Хорошо идем. Ну, и ГГВП. Ну, и Шейкер, тотемы прыгать под фонтан или как? Никак. Шейкер в итоге ни одного удара не сделал. Невкого прыгать под фонтан. Все таверни. Отлично. Сейчас посмотрим на артефакты. Три рапиры на 40 за 45 минут. Хорошо. Удачно. Ты посмотри на счет. 36 на 70. Так 36 остановился очень давно. По-моему, было 27-36. Что-то вроде того. Отличная игра от оффлейнера, я скажу, на Queen of Pain. Мне очень понравилось, как он отстоял свою линию. Он вынес тайминговые артефакты. ГПМ, посмотри, какой хороший. 563 больше, ну, чуть-чуть уступает Юникорну. Да, для оффлейнера это достаточно, достаточно хороший. То есть, я не уверен, что можно это назвать там, типа, очень хорошо. Но хорошо это можно назвать точно. Ну, неплохо. Подключимся к ребятам в скайпе, я так думаю. Да, давай, пойдем, пойдем. Пусть поделится эмоциями. И за минуту 8. А, вы хотели еще одну игру сыграть или все? Да, да, да. Играем, играем, и уже ищем. Так, все. Ребята, вы еще одну игру хотите? Да, да, да. Мы уже на самом деле паузу поставили сейчас. Я просто по таймингу, как бы, мы заканчиваем уже. Вы если играете, да, по-своему. Ребята, ну что? А что ты же очень? Ну, тут, как бы, в тайминге. Нет. Расскажите мне вкратце, как вообще такая запара в первой игре получилась? Что дискоммуникация, что произошло? Потому что, ну, просто в разброд пошли все. Ну, в первой игре произошло то же самое, что и произошло во второй игре, только во второй игре почему-то мы начали, научились сражаться с врагами уже в середине игры. И во первой игре мы до самого конца тянули, до того момента, пока нам поломают уже все стороны. Что, слушайте, ребята, что если мы ворвемся в Рейс Кингом, дадим стан, в нас ворвется легионша, мы просто спрячемся в Тускаре и всех убьем с Дарксиром. И, в общем, у нас это пару раз уже начало получаться, но к тому моменту у нас уже не было сторон. В легионше там было что-то очень много урона. Вот. А во второй игре до нас дошло, что мы можем драться куда раньше, когда враги начали забегать за нами уже слишком далеко. Мы начали друг друга спасать, и все хорошо начало получаться. Ну, почти все. Кто психанул? Почему человек с ником китаром на Медлоине стал стоять? Расскажите мне предысторию. Ну, мы пока играли первую игру, я сказал, что во второй игре я буду на ней стоять. Вот все. Ну, и отлично получилось, кстати. Отлично получилось. И правда, да, с Магнус зашел здесь на 5 с плюсом. И я посмотрел, я Ваня об этом говорил. Тут у вас была такая игра, очень похожая на Пуджи Ворс, когда, ну, я думаю, вы играли, да? Когда один трепела. Да, когда надо хукшотить, пока один хукшотит. И здесь надо было проезжать на скьюере так, чтобы квапа попала в это время, и аппарат не промазал. И просто трипл рейп там планировался. Очень крутой файт с заездом на клифф и в пятером собрать всех. И подвести на клифф возле Рошана, это, конечно... Ну, это там Вова молодец, по-моему. По-моему, Вова там забайтил на себя. И они там как-то собрались так интересно. То есть их ничему игра не учила, они каждый раз шли и на те же грабли наступали. Они просто не до конца выучили, что за скилл у Магнуса, а последний... Да-да-да, что он делает. Что он делает, да. Понятно. Ну что, Ваня, есть еще вопросы? В целом, отличную игру. Это... Давайте ищите еще одну. Удачи в следующей игре, ее мы так привыкли уже не будем. Я так понимаю. И... Спасибо. Порадовались сегодня. Стариков. Так было и радость, и горечь. Ну, такая горечь. Мы с улыбкой смотрели. Кстати, такой вот инсайт. У канат где-то... В тот момент, когда мы начали всех убивать уже по всей карте. У каната, по-моему... Мне так показалось, если канат реально был в восторге. По ощущениям, это было что-то похожее на истерику или на слезы радости. На оргазм, по-моему, я не знаю. Не уверен, точно плакать слезно так. Немножко не дотянули до рапиры канату. Он бы вообще был в диком счастье. Это все с рапирами в конце второй игры бегали. Мы наконец-то овнили. Я был диком счастью, что мы наконец-то овнили. Мы до этого не овнили. То, что я на SkyMage играл, это не был овни. Канат, играй со мной, будешь овнить. Ну что, ребят, все. Еще раз всем огромное спасибо. С вами с ними я свяжусь. Ваня, ты здесь? Иван. Иван Капитан. Он только так одевается. Капитан Иван. Капитан Иван. Вот, Капитан Иван, да. Котч. А, нет, я не продаю. Я друг, я, да, я Котча Ивана жду. Иван Капитан, все. Иван Капитан, держитесь. Занимайтесь своими делами. Всем вам еще раз спасибо. Все, до связи. Отличный вечер. Все, до связи. Добрый вечер. У вас еще лучше. Ну что, друзья. Там, в принципе, все очень симпатично вышло. Сложилось ровненько все. По тому, что происходит в целом. Что я для себя подмечаю. Ребята по классике жанра, по драме прям превосходят все ожидания. Сначала проигрывают, потом выигрывают. Сначала терпят, потом сами начинают давить. Терпели, терпели. Начальный этап проиграли очень сильно. Прям невероятно сильно. А в итоге, в итоге что? В итоге три рапира на команду. Просто потому, что уже деньги некуда было девать. Ну, это хорошо. Если они чувствуют драматизм, это просто прекрасно. Ну и для медиа это вообще великолепно. Так что пожелаем удачи ребятам в их тренировках. Я думаю, что завтра я постараюсь вывести в эфир некоторые тренировки. Средь бела дня смотрите, что у нас там в группе. Будет появляться какие новости по этому поводу. Все. Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. Конечно же, наш канал на Твиче. Все-все-все. Все это вы на плашках можете увидеть. Ну, я с вами прощаюсь. Я был с вами. С вами были наши игроки. С вами был мой коллега Иван Шведов. Спасибо еще раз за отличный выпуск. За хорошо проведенное совместное время. И до среды. Среда 19.00. Строго. Здесь, на этом месте, вечернее шоу друг с другом. Мы закончили. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok